Я Надежда и я архитектор. Для начала расскажи пару слов о себе. Я самородом из Нарва. Сейчас так жизнь сложилась, что я обратно вернулась в Нарву и теперь работаю здесь городским архитектором в гору праве Нарвы. Сейчас я прохожу обучение в Эстонской художественной академии, являюсь студенткой пятого курса архитектурного факультета и на данный момент я пишу свою магистрскую работу, которая посвящена моему родному городу, городу Нарва, и занимается тем, что изучает пространство и то, как местные жители взаимодействуют с ним, а также как можно стимулировать сквозь использование городского пространства жителей, чтобы они больше обсуждали между собой какие-то проблемы города, просто взаимодействовали, потому что сейчас у нас идет анонимность. Люди все в своей квартире сидят заперти. Чаще всего из-за того, что население Нарва стареющее, то больше присутствует одиночество и проблем с этих связано. Соответственно, нам нужно, чтобы городская среда стимулировала интеракцию меж людьми и социальное общение. Есть ли у тебя дело, к которому лежит душа? Да, это работа как раз таки с городским пространством и работа с людьми. Причем интересно, что я всю жизнь думала, что я интроверта мозга костей и что я никогда не смогу участвовать и выступать перед какой-то публикой, вести мероприятия. Но прошлый год мероприятия, которые я провожу для жителей города Нарвы, показали, что все я могу. И не нужно бояться, нужно пробовать. И тогда ты уже узнаешь, чего ты можешь и куда с этим дальше дойти. Как ты пришла к этому делу? Я пришла к этому как раз таки за счет магистрской работы. Мне всегда было интересно взаимоотношения между людьми, потому что я также иногда изучаю детали психологии, как люди ведут себя. И мне было интересно, как среда города может стимулировать данное общение или наоборот же делать какие-то препятствия, выстраивать барьеры и отталкивать людей друг от друга. Какие планы на будущее в этой сфере? Продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что меня очень сильно интересует эта среда. Меня очень интересует также проводить мероприятия, направленные на общественность, чтобы знакомить людей, как они могли бы при помощи своих собственных сил улучшить пространство того же, например, между домами. Как простой житель города мог бы взять и сделать что-то, поставить ту же скамейку, сделанную своими руками. И мне хочется продолжать именно стимулировать жителей Нарвы, чтобы они не отчаивались, а наоборот, видели только больше возможностей и не упирались в какие-то проблемы, а кооперируясь, находили решения, которые, может быть, даже были бы неожиданными. Что посоветуешь людям, которые хотят начать свое дело или находятся в поиске такого? Если вы уже что-то начали, то главное не бросайте, потому что процесс познания, он всегда долгий, и часто может быть так, что будут какие-то ошибки, но нужно не цепляться за вот эту вот негативную часть ошибки, а видеть это как возможность улучшения. Ты, учащаясь на своих ошибках, можешь достичь в своем деле хобби успеха. А для тех, кто в поиске, желаю пробовать, пробовать и пробовать. И если вам что-то не понравилось, или вы чувствуете, что душа не лежит, то мир полон возможностей, и иногда они даже лежат у вас под ногами, и вам просто нужно их открыть для себя.